Трагедия первого века В связи с тем, что наши исследования не стоят на одном месте, появились новые обстоятельства в археологических наших работах. И хотелось бы эту тему немножко более подробно, наверное, рельефно осветить. И неспроста, как эпиграфом к лекции, я выбрал фразу и выражение Эдмона Лакара, известного французского криминалиста «Каждый контакт оставляет след». То есть, по сути дела, работа археолога, она сродни работе криминалиста. Только единственное, что археолог имеет дело со следами далекого прошлого, которым насчитываются порой сотни, а иногда даже и тысячи лет. О чем же, собственно, пойдет речь? Пойдет речь о событиях практически двухтысячелетней давности, которые произошли в середине первого века и которые были связаны с трагической историей населения рубежа эр. Итак, начнем наш рассказ. На протяжении последних, наверное, десяти лет активные археологические исследования на территории Тульского края позволили выделить группу памятников рубежа эры. Это первого века до нашей эры, первого века нашей эры. Они получили свое название по наиболее хорошо изученному поселению, которое располагается в черте города Тулы, поселение Упа-2. То есть это современный микрорайон Любережный. Вот на этой карте показана общая картография памятников. В настоящий момент их насчитывается порядка полутора сотен. В большинстве своем это поселение открытого типа, то есть это селищи, это неукрепленные поселения. И здесь неспроста я показал вот таким, такой желтенькой стрелочкой направление Муравского шляха. Об этом еще пойдет речь, но для того, чтобы понимать, какую роль эта дорога сыграла, видимо, уже в первом веке до нашей эры, мы еще об этом поговорим. Вот то самое поселение Упа-2 в черте города Тулы. Нами было раскопано приличное количество объектов и получены серьезные материалы, которые позволили, в общем-то, осветить в целом культуру населения рубежа Р. И поэтому памятники, как я уже сказал, и получили вот такое, собственно, название. Если говорить о системе расселения, да, или как эти памятники вообще расположены по территории Тульского края. Вы видели систему расселения как картография. Здесь мы можем четко указать несколько крупных скоплений, если так можно выразиться, памятников, которые выделены литерами А, Б и В. Но, наверное, одно из самых крупных скоплений – это скопление памятников или концентрация памятников, собственно, в бассейне реки Упы. Чаще всего они располагаются гнездами. В данном случае здесь на таких врезочках показаны скопления памятников по беспути, по колодне. Как правило, это бывает с десяток поселений, одно из которых бывает очень больших размеров, вероятно, являясь, ну, каким-то, наверное, центровым памятником, который выполнял роль какого-то своеобразного определенного центра, вот этого, если так можно выразиться, гнезда поселений. Еще раз хочу сказать, что это в большинстве своем поселения открытого типа, то есть на 99% это селища, то есть это открытые поселения никак не укрепленные. Естественно, ввиду того, что эти открытые поселения, как правило, в течение последних там несколько сотен лет распахивались, конечно, нам приходилось иметь дело с очень порой бедным и скудным материалом археологическим, потому что наземные объекты не сохраняются, керамика измельчена до маленьких фрагментов, по которым порой очень сложно восстановить формы горшков и вообще посуды, которая была у этого населения, ну, а вещи просто навсего не сохраняются ввиду вот такой активно-антропогенного вмешательства. Вот, но вот такую картинку мы имеем. Что мы выяснили по результатам работ на многих поселениях, в том числе поселения УПА-2, на многих городищах? Во-первых, нами был выяснен традиция домостроительства населения. Это были наземные постройки, то есть практически не заглубленные в землю, они то есть не имели, в общем-то, котлованов, основой которых являлась каркасно-столбовая конструкция. Вот вы видите, по периметру, собственно, постройки шли, были поставлены столбы, которые, в общем-то, остались с точки зрения археологии изучения в виде таких столбовых ямок. Непременным атрибутом, наверное, такой маленькой усадьбы или хозяйства этого населения было расположение рядом с постройкой крупных довольно-таки хозяйственных ям, которые были метр или чуть больше даже в диаметре. Обычно в таких ямах самая частая находка – это рыболовные грузила. То есть, по сути дела, рыболовство, конечно, безусловно, играло, видимо, огромную роль у населения памятников типа УПА-2. Аналогичные постройки также были исследованы на городище Супруты, на селище Супруты, на городище Торхова. То есть, вы видите, что это совершенно практически не заглубленные в культурный слой остатки наземных построек. К сожалению, конечно, если мы имеем дело с памятниками, которые были подвержены антропогенному вмешательству, то есть распашке, как вы понимаете, выяснить и уточнить вообще границы этих построек практически невозможно. Они являются полностью уничтоженными. Те котлованы, которые были выкопаны в материке, в глубокие, постройки более позднего времени, например, они хорошо читаются даже и после того, когда наземные части построек не сохранились. В данном контексте, если приложить к этому антропогенное какое-то вмешательство, они тоже полностью исчезают. Но, к счастью, нам ряд таких построек удалось изучить. Их порядка сейчас около, наверное, двух десятков. Обычно это дома 2 на 2 метра, 2 на 3 метра, то есть довольно-таки небольшие постройки. И очень редко встречаются постройки довольно крупных размеров. Это 6 на 4 или 6 на 5 метров. И лишь в немногих случаях удается зафиксировать в таких постройках какие-либо отопительные сооружения. То есть обычно это небольшой очажочек, на который это помещение, собственно, отапливалось. Ничего другого, ничего более подробного. Но, к сожалению, археологический материал, а точнее его сохранность предоставить на сегодняшний момент, на сегодняшний уровень наших исследований не может. Как я уже сказал, поселение УПА-2, это вот тот самый микрорайон Левобережный, благодаря спасательным археологическим работам, которые предваряли строительные все изыскания. Нами было исследовано 13 тысяч квадратных метров. Это, поверьте, очень большая территория. Исследована раскопом. Раскоп 16-го года, два раскопа 17-го года. Кроме того, на этом памятнике работы проводились еще и в более раннее время, в середине 90-х годов. И, наверное, можно без преувеличения сказать, что поселение УПА-2 является, наверное, одним из наиболее раскопанных памятников во всей Тульской области. Потому что, наверное, редко, когда памятники копаются такими огромными площадями. Поэтому, естественно, это, конечно, случай довольно-таки очень замечательный, когда мы можем ипонимный памятник, тот памятник, который послужил основанием выделения целой культуры, раскопать и выяснить как можно подробнее все обстоятельства жизни этого населения. Вот как выглядели непосредственно это постройки. Наземная постройка. То есть, вот вы видите, что она чуть-чуть заглублена в культурный слой и следы от столбов. Рядышком располагается хозяйственная яма. Как вы понимаете, да, любое антропогенное вмешательство в культурный слой и ничего этого практически не сохраняется. Но, слава богу, в данном случае нам повезло. Вот так выглядит типичный, собственно, горшок памятников типа УПА-2, особенностью которых является керамика вот такая замечательная орнаментация в виде пальцевых, ногтевых давлений и различных вот таких орнаментальных мотивов. Кроме того, иногда вот в керамике видны такие своеобразные каверны, маленькие пустоты. Они возникли от того, что в качестве основной примеси добавляли известняк. И пока керамика лежала в земле, известняк вымывался и образовались вот такие дырочки. Кроме того, что еще интересного было найдено на поселении УПА-2, работа 16-17 года. Нами были открыты вот такие необычные объекты, как мы их изначально назвали. Я объясню, почему. Потому что мы не понимали, что это такое. Да, конечно, мы хотели верить в то, что это погребение, но с другой стороны, если мы не провели какой-то сначала анализ материала, только обращать внимание на аналогии археологические и говорить, что это погребение, было нельзя. Но действительно, что из себя представляют вот эти объекты? Сразу скажу, да, это погребение. Ямка выкопанная в культурном слое и частично в материке. В эту ямку был положен горшок, перевернутый вверх дном. И в некоторых таких ямках еще встречены были вот такие, видимо, грузила. Причем слепленные из сырой глины, то есть они не обожженные, то есть их специально, видимо, делали очень быстро и специально для погребальных целей. Аналогичное погребение было найдено в другой части памятника. Это тоже вот небольшая ямка и перевернутый кверху дном горшок. Дно не сохранилось, тут сложно сказать, либо изначально горшок был разбит, либо, что более вероятно, памятник распахивался, просто верхняя часть сосуда была уничтожена в результате, собственно, хозяйственной деятельности. Еще одно такое же погребение было найдено на крайне поселения в ямке, которая была больше всех остальных, глубиной около полуметра. И сам этот горшок, он тоже был довольно-таки внушительный. Его высота порядка 40 сантиметров. Он один из самых крупных сосудов, вообще, который известен нам и удалось, которые восстановить для памятников Рубежаэр. И в этой самой ямке, в заполнении земли, в заполнении этой ямки, было найдено два человеческих зуба и фрагменты губоческой ткани человека, которые явно испытали на себя температуру сожжения порядка 450 градусов. То есть, это кремация. То есть, обряд погребения, судя по всему, этого населения состоял в том, что человека покойного кремировали где-то на стороне, затем из погребального костра брали прах, какие-то остатки косточек, и ссыпали в ямку, и накрывали всё это горшком. Иногда могли вместе с прахом положить какую-то вещь. Ну, например, вот эти грузилы, которые встречаются в этих погребениях. К сожалению, не во всех погребениях удается находить кальцинированные косточки как результат кремации, потому что, опять же, это сохранность источника, потому что это очень хрупкий материал, и, конечно, под действием многих факторов они до наших дней, к сожалению, не доходят, не сохраняются в погребениях. Что из себя представляет вообще вещевой комплекс этого населения, рубежа эр? Долгое время этот комплекс, в общем-то, считался довольно-таки бедным, потому что по преимуществу основным занятием этого населения было что? Земледелие, охота и рыболовство. То есть это, в общем-то, такое было население, которое вело довольно-таки такой мирный образ жизни, и, в общем-то, казалось, что какие-то археологические материалы вряд ли как-то настолько ярко могут проиллюстрировать их жизнь. Вероятно, многое делалось из кости, которая, к сожалению, в наших грунтах и в почвах не сохраняется. Но что мы видим? То есть это традиционные вот эти горшки. Здесь и сосуды довольно-таки крупных форм, но, опять же, он был найден в погребении. Это небольшие горшочки, мисковидные сосуды, миски, то есть полный спектр, в общем-то, посуды и целый спектр украшений. В данном случае здесь мы имеем вот такие пронизочки, которые, возможно, выполняли роль разделителей нитей женских головных уборов. К сожалению, таких вещей аналогичных нам практически неизвестно, но, привлекая более поздние аналогии, можно предположить именно такую трактовку подобных изделий. Конечно, особенно привлекает к себе внимание это вот такие умбоновидные подвесочки. Их не так много найдено на поселениях Упы-2, но так или иначе эти находки известны. Более того, основной ареал находок подобного типа расположен намного севернее. Это территория диковской культуры, где известны не только находки, отдельные находки таких умбоновидных подвесок, но и находки кладов этих вещей, где известны в том числе и мастерские, где их изготавливали. Могу сразу сказать, что эти все вещи сделаны по восковой модели, выплавляемой восковой модели. То есть, эта техника ажурного литья является, скажем так, наиболее популярной для рубежа ИР. То есть, когда брали, хотели сделать какую-то вещь, сначала эту вещь нужно было выполнить из провощенных нитей, то есть, полностью смоделировать, сделать модель. Затем ее заливали глиной, эту модель, обжигали, нити сгорали, воск оботапливался и в пустоту заливали металл. Затем форму разбивали и получали готовую вещь. Для того, чтобы сделать вещь подобную, вторую, третью и так далее, нужно было полностью повторить весь цикл заново. Поэтому, когда мы находим вот такие вещи, они вроде казалось бы очень похожи друг на друга, но все равно никогда мы не находим абсолютно одинаковых вещей, потому что мастер, даже если он один, никогда не сделает абсолютно идентичные или абсолютно близкие два изделия. Что еще, какие находочки еще характеризуют материальную культуру? Это небольшое количество наконечников стрел найдено. Это железо, это кость. Железные наконечники стрел – это явно местного производства, потому что они не имеют, в общем-то, никаких аналогий в ближайших культурах, не относятся к какому-то конкретно культурно-историческому кругу. Ну и костяные изделия, в общем-то, тут, сами понимаете, это мастерство, видимо, местного, собственно, населения. Скорее всего, эти наконечники стрел, конечно, использовались для какой-то охоты, например, ну или для каких-то подобных целей. Кроме того, еще, как я уже говорил, очень распространенной находкой являются рыболовные грузивы. Вот подобные находки, они исчисляются не единицами, их, наверное, порядка двух десятков найдено. То есть, в общем-то, опять же, это говорит о том, что население очень активно использовало сырьевые ресурсы реки Упа, которые, видимо, на тот момент были вполне себе ничего. Частой находкой также являются вот подобные серповидные ножи железные. Такая форма ножей, она вообще очень характерна для памятников рубежаев. То есть, не только для нашей территории, но и для более обширных территорий, для всей территории лесной зоны и лесостекной зоны европейской части России. То есть, это такой, как бы, тоже определенный бренд. Ну и вот подобные различные пронизочки, какие-то трубки, которые я уже об этом говорил, тоже являются такими редкими, но вполне интересными находками, которые дополняют и иллюстрируют материальную культуру памятников типа Упа-2. Кроме того, не менее редкой находкой являются вот такие подобные нашивные бляшки. Они известны в единичных количествах, в количестве, то есть, это вот единичные находки, но само по себе это является крайне таким любопытным моментом, да, вообще для того, чтобы как проиллюстрировать эту культуру, которая явно была втянута в орбиту каких-то культурных, видимо, торговых связей со своими северными соседями, потому что подобных ажурных бляшек довольно-таки достаточно известны в материалах той же самой диковской культуры Москворечья. Еще раз обращаю ваше внимание на умбоновидные вот эти подвески, в том числе вот эти несколько подвесочек, это совершенно тоже новые находки. Вот к настоящему времени их известно у нас пять таких находок. То есть, говорит это о том, что тоже связи, культурные связи с Москворечьем, они присутствовали. Что более интересно стало для нас в последнее время, как я уже говорил, большинство, 99% поселений памятников типа УПА-2 это поселения открытые, незащищенные. Но, так или иначе, нам известно несколько городищ, то есть укрепленных поселений памятников типа УПА-2. Причем все эти городища расположены на хорошо оборудованных мысах и имеют довольно-таки солидную систему фортификации. Это три вала и несколько рвов, два вала, которые защищают поселения с напольной стороны. Для более раннего времени такая система фортификации известна, для более позднего она уже не используется. Исследованное нами городище Стрекаловка. Она исследована нами еще ироскопом в 16-м году. Тоже система укрепления из двух валов в напольной части. И мало того, что еще два вала и два рва были выкопаны в массовой части. Что является довольно-таки редким элементом укрепления. И на других памятниках не встречается. Не менее интересным является городище Слобода. Я ее показывал по прошлой презентации, как о сохранности памятников, которые расположены на территории тульских засек. Эти все городища расположены по большей части на территории именно тульских засек. Здесь площадка-градище внутренняя защищена тремя валами и рвами. И вторая площадка внешняя защищена двумя валами и двумя рвами. Это очень серьезная и мощная система оборонительных укреплений.